Сегодня новоселами стали еще 135 семей в поселках Зачиганска и Подстепная Теректинского района. Их лично поздравил Акимобластин Риман Турегалиев. Вручение ключей это не просто радостное событие для пострадавших. Это символ надежды, восстановления и начала новой жизни. В одном из микрорайонов Зачиганска собрались десятки людей. Это те, кто остался без крова. А также пришли соседи, близкие и друзья, чтобы поздравить новоселов. Здесь для пострадавших было построено 80 домов. Вам пришлось столкнуться с трудностями, мы это понимаем. Но сегодня все уже позади. Вы справились. Желаю каждому из вас счастливого новосерия. Я понимаю, вам пришлось нелегко. Решение было найдено. Помощь оказана и я поздравляю вас. Ваши дети отсюда пойдут в школу. Поддержку в этом вопросе оказали спонсоры. Представители крупного бизнеса выделяли миллиарды тенге, чтобы помочь людям снова обрести дом. И когда в стране были трудности, евразийцы, конечно же, помогали. Мы помогали в рамках мероприятий противодействия техникой, материалами, помещениями для эвакуации. Наши волонтеры помогали строить дамбы, помогали пострадавшим. И сегодня мы здесь находимся и можем радоваться получениям новых домов. Для всех семей, получивших ключи, это событие стало настоящим подарком. В такой знаменательный праздник, как День Конституции, они обрели не только крышу над головой, но и веру в светлое будущее. Мы с детьми жили в доме наших родителей. Теперь у нас все в порядке. Сейчас мы получили ключи и будем заезжать в наш дом. Нашим детям до сих пор не верится. Мы переезжаем в наш новый дом. Хочу сказать всем большое спасибо за помощь. Дом очень красивый и качественно построен. Хороший ремонт. Вручение ключей это яркое подтверждение того, что государство заботится о своих гражданах и не оставляет в трудную минуту. Новые дома, построенные в кратчайшие сроки, отличаются высоким качеством. Просторные комнаты, современная планировка, есть все необходимые коммуникации. Все это вместе создает комфортные условия для жизни. Всего по области сразу же после паводка началось строительство 775 домов. Большая часть из них уже сдана. У нас есть технодзор. Специалисты с самого начала строительства следили за качеством. Мы тоже не оставались в стороне. Проверяли день за днем. Все ответственные государственные органы участвовали в этом процессе. И вот вы видите результат. Построены красивые и качественные дома. Аналогичное мероприятие состоялось в поселке Подстепное. Всего тут для пострадавших было построено 105 домов. 50 семей уже заселились и начали обживаться. Остальным это только предстоит. Ведь ключи они получили только сегодня. Сначала было сложно, конечно, но теперь мы успокоились. Уже знаем, что у нас есть крыша над головой. Мы довольны качеством. Понимали, что построить дом в такой короткий срок непросто. Но у строителей получилось. Спасибо за это. Теперь в Теректинском районе для пострадавших от паводка жилищный вопрос решен полностью. При устранении последствий паводка у нас пришли 8 компаний, подрядчиков именно село Подстепное, я имею в виду. И вот мы начали строить 105 домов здесь. Все компании отработали. Молодцы, большое спасибо всем. Жители помогали тоже самое, потому что многие жители находились в квартирах и рядом возле этих домов. Все сами помогали. В ближайшие дни дома будут сданы в микрорайоне Жулдыз и селе Коржин Каратубинского района. Олег Великий, Халабех Акраб, Кенжибек Салыхов, Акжай Какпарат.